Наш дом без крыши, идут дожди, все течет. Что делать? Подобные обращения в редакцию новостей дня в последнее время не редкость. Очередная жалоба пришла с улицы Михайлова в областном центре. Татьяна Баркова выехала на место. Уже больше двух месяцев жители дома 38-18 на улице Михайлова живут без кровли. Доделать все подрядчик должен был 31 октября. Однако ремонт не закончен до сих пор. Две недели постоянно шли дожди, начались протечки. Я знаю, что протекла 12-я квартира, 8-я. Подъезд 3-й, в котором проживаю я, тоже протекла вода, текла по стене. Дом 1950 года постройки. До начала работ крыша не протекала. Однако здание стоит в программе капитального ремонта на этот год. Жители обновки сначала обрадовались, теперь жалеют. Во время осенних ливней подъезды начало заливать с новой силой. На потолке отчетливо видно следы. Перекрытия в этом доме деревянные. И больше всего жители боятся, что они не просохнут полностью и начнут гнить. Мокрые подъезды еще полбеды. У Надежды Петровой залила ванную и гостиную. Во время дождя по канализационной трубе с крыши течет вода. Очень сильно течет, большим потоком. Я снизу все закладываю тряпочками, чтобы нижнюю соседку не затопило совсем. Жители обращаются во все инстанции. Результата пока нет. Представитель подрядчика обещает закончить ремонтные работы в ближайшее время. Если металл придет сегодня вечером, то две недели. Две недели? Да. Покрыто будет покрытие через неделю, а так будет две недели. Ну то есть дело в погодных условиях? Конечно. И поставка материала? Ни сколько поставка материала, сколько погодные условия. Мы проработали быстро и все. Что делать с испорченными потолками, жильцы не знают. Но в фонде капремонту уверяют, что подрядчик весь ущерб возместит. Региональный фонд направил уведомления подрядной организации о том, что они не выполняют сроки, установленные в договоре. И по факту того, как будет сдача данного объекта, будут начислены пения. Весь ущерб, который нанес подрядчик во время проведения работ, он обязан компенсировать. То есть если были залиты квартиры, значит он должен договориться как-то с собственниками и решить эту проблему. То есть либо самостоятельно провести ремонт в квартирах, либо возместить убытки. Пострадал дом не только внутри, но и снаружи. Начала сыпаться штукатурка и появилась плесень. Жильцы дома лишь надеются, что кровля появится до снегопада. Татьяна Баркова, Андрей Константинов. Новости Новгородской областной телевидении. Субтитры создавал DimaTorzok